Добрый вечер! Сегодня 17 сентября 2024 года, вторник, город Харьков, на улице плюс 20. Сейчас переменная облачность без осадков, с порывистым ветром. Долгота дня сегодня 12 часов 30 минут. Сегодня ночью температура будет до плюс 17 градусов, по-прежнему будет без осадков, ветер 5 метров в секунду, влажность 35%. Всем вечер добрый! Как вы поняли, сегодня у нас было тепло, но относительно. Очень сильный был порывистый ветер, днем особенно были такие порывы, просто как буря, но и без осадков, ничего особо не меняется. В принципе, в целом погода нормальная, пока еще, я надеюсь, холодов сильных у нас пока не будет. Если вкратце расскажу, какие приключения у нас были вчера с Полиной в плане учебы. Уже под вечер я Полине говорю, Рюполь, открой Human, посмотри, пожалуйста, возможно, задали какое-то домашнее задание, которое, может быть, сегодня-завтра нужно сделать. Для этого все равно нужно время. Полина полезла, прибегает ко мне и говорит, мам, там нужно сделать самостоятельную работу по алгебре. Ну, самостоятельная, неконтрольная, не так страшно, но тем не менее, извините. Сначала мы увидели, ну, там, вот объем работы, я говорю, когда это нужно сдать сегодня, ну, то есть вчера. Потом, чуть позже, я говорю, это все точно, посмотри, пожалуйста. Она говорит, да вроде все пролистало, и тут уже через некоторое время, это не сразу мы увидели, оказывается, в самом-самом-самом конце этого, так скажем, листа, ну, виртуального, да, там еще задание, зачем так делать. При том, что учительница не сказала, что самостоятельная, что ее нужно сдать сегодня, ну, то есть вчера, получается. Ничего она не сказала. Она просто задала втихую, кстати, не тогда, когда урок, а уже после, не предупредила, не сказала, что там жду вашей работы сегодня, ничего. В авральном порядке мы все это, конечно, сделали, не буду, это надо отдельное видео делать, потому что уже накипело немножечко. Вот, и я понимаю, что, ну, я же говорю, я не разбираюсь, я не математик, я понимаю, что мне надо как-то для того, чтобы это сделать, это понять. Открываю учебник, там ничего не понятно. Что делать? В YouTube. Спасибо, я же говорю, всемирной паутине YouTube. Я начала забивать в поисковик вот эту именно тему, которая от нас требовалась. Вкратце хотя бы объяснять. Одно, второе, третье видео я посмотрела, немножко я вникла, хотя бы, чтобы хоть как-то сделать эту, это задание. Не рассказывать это все долго, но в итоге, конечно, мы успели, но сколько нервов, сколько вообще эмоций у меня это вызвало, я вам не могу передать просто. И я поняла, что так как поступает учительница по математике, это неправильно. Просто неправильно. Это первое. И объем. Объем огромен. Даже пусть, это же не на целый день, это она добавила, я так понимаю, где-то в шестом часу вечера это все. Вот. И когда мы это все увидели, ну, до 12 ночи, нет, я, конечно, все понимаю, но есть же другие предметы. И Полина вчера их тоже делала. Параллельно я что-то делаю, Поля, потом я говорю, так, Поля, давай, говорю, совместно, говорю, как-то будем делать эту математику, чтобы как-то ее сдать до нуля часов. Вот такие вот у нас учителя. Из-за этого всего, конечно, я сегодня не выспалась абсолютно, потому что легли мы спать, это было уже в первом часу ночи. В это время мне это очень тяжело ложиться, я потом не высыпаюсь абсолютно. Вот. А сегодня у меня день был посвящен тому, что я перерабатывала то, что необходимо было, урожай. Сегодня, наконец-то, я уже переделала весь виноград, оборвала от гроздочек, сложила в два таких кулька. Это из-под черного хлеба круглого. Это удобные такие хорошие прочные кулечки. Вот. Один кулечек у меня получился 840 грамм, второй получился 760 грамм, но неравномерно. Ну и положу сейчас в морозильную камеру. Виноград у нас еще есть, на винограднике висит. В ближайшее время будем собирать. Ну, будем варить компот. Возможно, варенье еще. И в морозильную камеру. Насколько хватит объема морозильной камеры. Сегодня мы выкопали картошечку. Последнюю, какая была. Все это выращено из очисток. То есть то, что надо было бы еще несколько месяцев назад выбросить на компостную кучу. Но я решила посадить, поскольку у нас есть земля. Да, в этом году урожай вообще никакой. По сравнению с прошлыми годами, когда я садила очистки. Вырастала вполне нормальная картошечка. Но в этом году по всей Украине не урожай. Вот. И я думаю, что это не исключение. Хотя и поливали, и все. Но ладно, какая-никакая есть. Ту мы еще предыдущую не съели. Я хочу ее всю отварить. И потом что-то с нее придумать. Не просто так съесть. Что-то такое приготовить. Здесь всего лишь 180 граммов. Да, это немного. И она, как вы видите, мелкая. Это такой самый большой экземпляр. Вот еще. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Сколько я уже садила. Всегда у меня вырастала, конечно, картошечка побольше. Но в этом году просто погода и природа над нами поиздевалась. Также мы сегодня собрали шиповник. Это не наш шиповник. У нас еще не вырос. Не приживаются. Что-то очень плохо приживаются. То, что я пересадила на улицу. Но вот этот шиповник мы сорвали у соседки. Предварительно у соседки я, конечно, спросила. Она говорит, мне не надо, можете обрывать. Ну вот оборвали. Здесь всего 45 грамм. Я хорошо это обработаю. Беру то, что может быть плохое. Зеленые вот эти штучки. И положу в морозильную камеру. Ну а зимой все это пойдет на компотик. Как вы поняли, сегодня занята я была целый день работой. Да, казалось бы, что там собирать. Но на все нужно время. Плюс ко всему прочему, еще мы ходили сегодня за молоком. Молоко, кстати, подорожало. Теперь 1 литр стоит 25 гривен. Было 24 гривена. И покупаю я творожок. Был 40 гривен, стал 45. Это за полкило. Творожок самый такой, скажем так, есть и подороже. Но нас это вполне абсолютно устраивает. Хороший творог. Можно просто так поесть. Со сметаной, с сахаром. А можно сделать сырники. И тоже будет ничего. Так что цены очень сильно растут. Сегодня у нас такая вот тарелочка. Вырабатывали картошку вареную, которая остается. Сами понимаете, выбрасывать сейчас ничего нельзя. Ну, очистили ее. Порезали. Добавили. Это осталось у нас всего понемножку там сосисочек. Сосисочек порезала, поджарила как могла и залила все яйцом. И получилась вот такая вот вкуснота. Сытно. Все выработали. И прекрасно. Ну, вы поняли. В принципе, у нас все нормально, если бы не учеба. Поэтому теперь учебу надо мониторить, насколько это возможно. Чтобы не было вот таких вот ситуаций, при которых сами учителя нас же и подставляют. Ну, да ладно. Ничего мы не сделаем с этим. Пусть это остается на их совести. Вот. Но сегодня уроки прошли. Слава Богу. Завтра тоже, если не ошибаюсь, будет шесть уроков. Так что, хотя бы ребенок немножко, но отдохнет. Вот. Ну, а завтра, завтра будем снимать новый урожай. Потому что виноградик тоже долго ждать не будет. Он начнет портиться, попросту говоря. Ну, и потом, возможно, будут какие-то осадки. Может быть, мы дождемся в этом году дождика. Вот поэтому урожай хоть как-то, но надо приводить в порядок и убирать. Так что, всем сегодня хорошего вечера, мирной ночи. Работаем, отвлекаемся. Нам ничего другого не остается. Вот. И отвлекаемся от этой реальности. Другого варианта у нас нет. В общем, держимся. И всем пока. До завтра. До завтра.